Вышка сотовой связи на центральной улице появилась несколько месяцев назад и с того времени не даёт местным жителям покоя. Которые сутки уже вот это вот всё работает. Но это невозможно просто так жить. И кто разрешил вот здесь вот рядом с домом поставить вот эту вышку? Администрация отвечает, что разрешение не давали. Но кто-то самостоятельно поставил. И никто не хочет это убирать. А мы должны вот в этом состоянии жить. Мы уже тут и собирали подписи против этой вышки. Мы считаем, она у нас негативно действует рядом с нашим домом. Мы здесь проживаем. А в ночное время они тоже выходят? В ночное время тоже. Мы слышим шум. К моменту приезда нашей съёмочной группы возле вышки находились люди, проверяющие работу данного объекта. На вопросы, кто они и какую организацию представляют, ответить работники отказались. И продолжали налаживать своё оборудование. А какую фирму вы представляете? Вы не ответите нам на этот вопрос? Нет. Их много. Вы не знаете, на кого вы работаете? Мы подрядчики. Вышку поставили незаконно. Но сносить её, как видно, почему-то не собираются. С электросетью они не согласовывали. Вот их поэтому отключили. Генератор работает. Вот хорошо, что вы приехали. Чтобы вот кто-то откликнулся на это такое безобразие. С какой головой надо додуматься поставить вышку напротив окон? По словам представителей администрации района, разрешение на установку вышки, которую эксплуатирует организация МОЗ «Облэнерго», выдано не было. Администрация с учётом обращений граждан подачу к вышке электричества прекратила. Кроме того, было подготовлено обращение в Роспотребнадзор, чтобы выяснить, способны ли сооружения навредить здоровью жителей. Будем и дальше с этой проблемой разбираться, работать как с организацией, которая является арендатором, условно говоря, этой опоры, этих столбов. С Роспотребнадзором. И если действительно будет здесь какое-то выявлено нарушение прав, тогда будем в соответствии с законом дальше разбираться. А пока администрация планирует направить письмо в МОЗ «Облэнерго» с просьбой отключения шумного генератора до окончательного разъяснения ситуации.